Предусмотреть в бюджете города на следующий год деньги на разработку проектно-сметной документации для расширения улицы Довиденко. С таким предложением выступили депутаты Иван Ситников и Станислав Курчев. После масштабной реконструкции, которую этот микрорайон претерпел в последние несколько лет, интенсивность движения по Довиденко возросла. К тому же на улице ввели двухстороннее движение. Ранее там двигались только в одном направлении. Условия для двухстороннего движения там создано мало. Эта улица стала одной из самых аварийных мест в нашем городе, особенно при выезде с нее на мост новый, на улицу Захарова. Там много случается ДТП. Я предполагаю, что когда будет введена в строй новая лодочная станция, людей еще больше прибавится. К тому же, по словам депутатов, мест для парковки мало и жители окрестных домов ставят автомобили на проезжую часть. Из-за этого улица Довиденко становится еще уже. На дороге есть два аварийных участка. Это крутой поворот в районе парка, где начинается съезд по улице. И, собственно, выезд, да, все совершенно верно, на улицу строителя Захарова. Основная проблема состоит в том, что эта дорога является фактически дорогой и дублером проспекта Музруково, по которой происходит объезд, что из старой части города в новую, что из новой в старую, двух длинных светофоров, которые на перекрестке Музруково-Советской находятся, Музруково-Захарова. Так как объезжают одновременно с двух сторон, то припаркованные на одной полосе машины становятся препятствием, которое не позволяет разъехаться встречному транспорту. К тому же, по уверениям Станислава Корчева, зачастую водители разгоняются на этой дороге. Просто расширение Довиденко не панацея. Подойти к этому вопросу надо комплексно. Сделать искусственные неровности и проработать вопрос с выездом на Захарова. Также рядом есть тротуар, который тоже необходимо благоустроить. Там нет ни освещенности, нет ни уборки соответствующей, нет ни тропинок передущих от улицы Довиденко на этот тротуар и так далее. Вот такое ужирение в комплексе может позволить решить вопросы с благоустройством, в том числе и в этом направлении. Как ответила директор департамента финансов администрации Любовь Маркова, такой проект в одиночку город позволить не может. Нужно софинансирование из области. К тому же, необходимо рассчитать примерную стоимость работ, понять, возможно ли в принципе технически сделать расширение на этом участке. Вопрос требует проработки, поэтому поправку депутаты не поддержали. Тем не менее, идею обещали обсудить на профильном комитете. Еще несколько поправок внес Михаил Савин. Депутат предложил вернуть бесплатные завтраки в школах для всех классов и признать на муниципальном уровне льготную категорию «Дети войны». Но сделать это не в компетенции муниципальных властей. Поправку не поддержали, отправили на рассмотрение на социальный комитет. Александр Тихонов предложил заложить деньги на расчистку завалов в лесу за монолитными домами. Был ураган в свое время, несколько лет назад, и там, конечно, очень серьезная ситуация с лесом. Какие-то деньги планировались несколько лет назад, но люди просят почистить лес на этой территории. 500 тысяч было бы к месту в данном случае. Поправку также отклонили. Однако, как пояснили представители ДГХ, на расчистку леса в следующем году выделено 3,5 миллиона. Часть денег направят в том числе и на уборку этой территории. Поправка Нонны Левиной об освещении проспекта Ленина от 2 до 16 дома тоже не нашла поддержки. Ее рассмотрят на профильном комитете. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.